Я говорю, Ларе, нужно нам распределить дни. То есть один день для хвата сделать, а один день для борьбы сделать. Он говорит, так не получится, у нас мало времени. И мы приехали в гости к шейху, к другу Ларе, у которого есть различные эти гантели, различные эспандеры. И мы начали с борьбы с гаспарином. То есть постояли, поборолись. Ну, как вы все видели, мы хорошо с ним поборолись. То есть руки уже не сжимались. Левая-то еще как бы более-менее, правая уже все кончено было. И мы как бы эрмесом удивлялись, как мы будем в дальнейшем сжимать все. Дальше, значит, происходило так. А вот обо всем об этом мы вам сейчас подробно и расскажем. И про борьбу Сашу Андреева, по слухам ставшего веганом. И про Ливана Сагинашвили, его тайные зарубы. И про тяжелые шоферские будни. И даже про то, почему дальнобойщик вдруг стал видеоблогером. Итак, сегодня в объективе железного рейтинга финалист ТОП-8 Виталий Лалитин. И начнем мы наш сегодняшний рассказ с приглашения в Дубай, которое чудесным образом превратилось в путешествие в Турцию. Все началось с того момента, когда Ливан полетел к Ларе. Многие мне писали, Виталий, тебе тоже нужно к Ларию Илсу лететь. А я говорю, да кому я там нужен? Ливан-то номер один, я-то номер два. По факту я там не нужен. Там все дела, думаю, Ливан сделает, как бы покажет и все сделает. Но одним прекрасным утром я проснулся, увидел сообщение от Ларе. Я сразу понял, что он меня хочет пригласить. И спросил меня, не хотел ли я полететь в Дубай. Я тебя приглашаю, все проплачиваю. Ларе хороший, добрый парень такой, отзывчивый. То есть он всегда хорошо общается, с уважением относится. В принципе, там везде нас забирал, возил, там никаких проблем. Ну видно, что у человека голова занята. И как бы особо гостями ему заниматься никогда. Друзья, всем привет. Значит, мы уже в Турции и с Ларией собираемся выдвигаться на мероприятия. Я изначально не знал про Турцию. Билеты куплены были в Дубай и обратно. Ровно на неделю. Изначально плана не было. Пока я перелетел, мне Ларе предложил полететь. То есть он сказал, что будет проходить соревнования. И я уже позже узнал от Ливана, что он тоже туда прилетает. Это была секретная информация, как потом оказалось, что мы должны лететь в Турцию. Я узнал от Ливана, что он прилетает. И когда мы уже летели туда, по прилету я узнал, что еще и Красимир приедет. А Красимир решил приехать, потому что мы с Ливаном приезжаем. А ему там совсем недалеко, 600 километров ехать. И он тоже приехал. Он хотел попробовать с Ливаном. И не со мной, а с Ливаном. Ливан с ним не стал бороться изначально. Ну что, я с ним разговаривал. Он говорит, я сейчас отдыхаю. Если там соревнования будут, пока отдыхает, восстанавливает силы. То есть лечит руки. На машине доехал, да? Сейчас приехал. Ну вот он, приехал, наконец-то. Думал, завтра топ-8 у нас, первый этап. Я постоял с Красимиром на левой, потому что у меня правая вообще никакая была после борьбы с Термесом. Потому что там прошло всего 2-3 дня. Даже прикоснуться к руке, ну, забилась, болела мышечная боль. Красимир раньше фут боролся, сейчас борется верхом. Чувствуется, раньше, допустим, он брал верхом натяжку. Не было натяжки, сейчас чувствуется, что и натяжка, и пальцы, и кисть стала сильнее у него. И вот я с ним постоял на левой руке, но потом, как оказалось, Ливан с ним постоянно правой. Это когда уже все ушли. Ливан думал, что никто не снимает, но Гена Квиквини снимал его из-за угла. Молодец. Ну, вот эти вот 8 человек, которые боролись в таких небольших онфайтах в сетке. Мне особо было интересно, потому что я тяжеловес. Я люблю смотреть тяжеловесы, как многие другие спортсмены. То есть, легковесов мне особо было интересно смотреть. Но некоторые поединки были хорошие, тоже вот я на свой канал скидывал. А вот уже когда пошли онфайты, вот особенно Иракли и Сашо боролись. Очень такой интересный повединок. Сашо уже, говорят, год как мясо не ест. Мне показалось, как Сашо стал похудее такой. Раньше он был помассивнее. Ну, а на слуху у меня были и на виду нереальные веса Иракли. То есть, я думал, что, честно говоря, Иракли его легко выиграет. Но ему удалось только один раз его выиграть. Второй раз у него уже не получилось. Сашо какая-то нереальная бочина сильная. Хоть и кисть он пробивал, он все равно его таскивал. Вот это вот реально был интересный, такой самый захватывающий поединок. Иракли с медиармицей! Идакли рука! Идакли чакли! Идакли чакли! Идакли чакли! Погопчили! Погопчили! Это интервью с Виталием мы записывали в Красноярске, на недавнем Сайбериан Пауэр-шоу. В этом году на фестивале Виталий не выступал. Хотя на руках все-таки немного поборолся. За разминочным столом с одним из сильнейших рукоборцев Азии, Артемом Морозовым. Но все-таки главной задачей на этом шоу для Виталия было окружить сибирским гостеприимством двух больших, во всех смыслах этого слова, гостей из Грузии, Константина Джанашия и Ливана Сагинашвили. В общем, первый день Ливана все искал, я искал. Хотел сходить на тренировку и потом съездить с ним покушать в Хинкале. Ну, мы с ним договорились на шесть. Он мне полдеватого написал, что я только проснулся. Я все равно его забрал с собой на тренировку. А у Константина была конференция, он не смог поехать в Хинкаль. Но Ливан тоже не поехал. На следующий день мы тоже не смогли друг друга найти. Но на третий день я все-таки в обед Ливана выдернул, повез в грузинский ресторан. Самое интересное, когда зашли в ресторан, он начал на грузинском разговаривать с официантом, но он оказался не грузин. Посидели, поговорили, покушали и поехали дальше. Расскажи, что было на тренировке вчера? Вчера с Ливаном поехали в зал немного потренироваться. Я решил с него, так сказать, снять рекорды, его силовых показателей на угол и на его кисть. Ливан, тебя удивил, нет? В углах, в принципе, неплохо. Мы на угол делали упражнения, и он показал результат 57 килограмм. То есть в чистой работе, на весах, в чистой амплитуде, без тела, именно на угол. То есть это неплохой результат. Я думаю, что Ливан, когда будет готовиться на первый этап ТОП-8, у него будет результат гораздо выше. Парни, я знаю, что вы хотите спросить. Ты же поборолся с ним? Не боролся. Серьезно? Руки болят у Ливана. Да. На самом деле, понимаете, тут слова Виталия легко проверить. Он теперь блогер. Любой блогер не может держать в закромах хороший контент. Поэтому, если не поборолись, это будет у него на канале. Давно мне предлагали, говорили, попробуй начни вести канал. Много людям интересного сможешь рассказать. Я, честно говоря, не делал этого по одной простой причине. У меня не было времени. Это же нужно монтировать и так далее. Василий Сорокин мне показал, как монтировать ориентировочно. Я начал пробовать, мне понравилось. Так скажем, затянуло. Особенно, когда выкладываешь первые свои ролики, люди на тебя подписываются и говорят, очень хороший контент, веди дальше и продолжай. То есть, нам интересно. И когда там какие-то полезные упражнения выкладываешь, люди пишут, что 15 лет ютубу, а полезной информации никогда и не было. Первый раз видим. Подтягивайтесь до угла 90 градусов и начинаем выполнять движения. Подтянулся, отпустился до угла 90. И продолжаем так же делать. Все имитируем. Имитируем полностью свою борьбу. Пока я выкладываю каждый день что-то новое, пока у меня есть что-то в голове. Последние три дня, что не выкладывал, но уже два ролика я запустил, которые касаются Сибириэм Пауэр Шоу. Еще на днях выйдет 2-3 ролика. Я попытался на этих соревнованиях пройтись по всем элитным спортсменам, заменить силу и хвата. Это очень люди любят смотреть. Меня удивил Михаил Шевляков. Он сначала сжал 125, потом что-то у него было 132. И крайний подход это было 142,8. Если взять тот результат, что у меня 144 с копееками. То есть на 2 килограмма он всего меньше меня сжал. После Шевлякова Юрий Белкин сжал 111 килограмм. Иван Подрес тоже 111, по-моему, сжал. Бойцов замерял. Владимир Дейнека, наш красноярский тяжеловес, тоже сжал, по-моему, 99. Или сколько было под сотню у него. Так, в принципе, все в районе 80-90 сжимают. То есть за сотню мало кто сжал. Микаир почти добрался до моего рекорда. Я думаю, что в абсолютной весовой категории он в пятерочке будет сильнейших. Но давайте вернемся в Дубай, где Виталий провел тот злосчастный спарринг с Армесом Гаспарини. Итоги которого просто взорвали интернет. Ну, не в хорошем смысле, в плохом. Что ты там что-то делаешь, чтобы два, если ты Гаспарини какого-то проиграл. То есть, ну, кто знает Гаспарини, он очень сильный парень. Как бы там просто еще такая ситуация была, что изначально мы с ним встали без вязки. Как бы я его вообще втыкал одной рукой. До этого мы с ним стояли в крюк. То есть в крюк я его тоже утащил. И как бы он мне поставил условия. Не поставил условия, попросил. Давай будем вязки без крюка. Как вот я говорю от себя, как это выглядело с моей стороны. Он натянул. У меня кисть подпробилась. Я попробовал кисть вернуть, не получилось. Отдал руку. Второй раз так же стал. Попробовал его кисть убить. Мне не получилось. То есть в этом поединке кисть была у него сильнее. Ну, на третий раз я уже не стал отдавать. Стал держать. То есть бочиной я его перетянул. В каком-то случае, да, было неприятно. Но, опять же, если бы не этот поединок, я для себя не сделал бы уводы. То есть я-то готовился к первому этапу ТОП-8. И у меня в планах было за два, за три месяца до первого этапа начать делать специализацию. Так как я с середины того года специализацию вообще не включал. Маленькими весами. И то там раз в месяц, может быть, что-то там угол поделаю и все. То есть я делал только ОФП. За счет того, что я делал только ОФП, мои руки немного подзажили. То есть у меня правая рука стала себя чувствовать. Даже в некоторых упражнениях сильнее, чем левая. Дальше, значит, происходило так. Итак, начали мы зенометра. Я на нем жал 128 килограмм. Это даже превышало результат ихнего местного богатыря. И потом поджимали эспандеры. Кок-3 я закрыл на два раза. Кок-3,5, соответственно, я уже не закрыл. Хотя я его дома перед выездом закрывал. Потом пошли гантели. Гантели я, по-моему, поднял в районе 80 килограмм. А 98 килограмм я приподнял, но не смог до конца поднять. Потому что руки уже были в хлам убитые. Интересно, а как у Виталия сегодня с работой? Ну, крутит ли он баранку? или на все 100 погрузился в блогерские будни. Виталий уверил нас, что он по-прежнему в бизнесе автоперевозок, но занимается руководством. Мне удалось настроить, для этого потребовалось немало сил. Ну и сейчас нужно прилагать силы. Я, допустим, в отъезде уезжаю, пока я уезжаю, работа работает, но когда приезжаю, нужно упорно ей заниматься. Либо перед отъездом нужно максимально сделать дел, чтобы какое-то время отсутствовать. Само по себе не сделается. Если я, допустим, жил бы где-то в другом городе, и работа моя здесь шла, да, она бы шла какое-то время. Но это все ненадолго. В рейсе последний раз я был в декабре. У меня водитель отпрашивался, ездил к родителям. Это как раз я прилетел 22 декабря с Москвы в 6 утра. Чтобы понимали, я уже в 9 сидел в кабине и уже поехал. И приехал только 31 декабря. То есть неделю мне не было дома абсолютно. Бессонные ночи по 3 часа сон. То есть я килограмм, наверное, 5-6 кинул, пока работал. То есть сейчас за рулем я стараюсь не сидеть, стараюсь решать организационные вопросы по снабжению, в помощи в ремонте, по документам вопросы решаю. То есть сейчас такими делами занимаюсь. Ну, на самом деле, честно сказать, я бы лучше бы крутил бы руль и крутил бы гайки. Если бы мне все подвозили и приносили, как я это делаю. Это очень такой тоже тяжелый труп, морально тяжелый. Вот такое вот у нас получилось интервью с Виталием Лалитиным. Более подробно всех ярких моментов жизни этого талантливого рукоборца вы теперь можете узнать на его YouTube-канале. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Ну, а железный рейтинг на сегодня прощается с вами. Прощается с ожиданием скорейших армфайтов с участием нашего героя. Мне кажется, ты набрал, нет? Нет, я не набрал 135 вес. Хочу только набирать, только собрался набирать. Вот, вес 135 стабильно держится, 133-135 на данный момент. И в тренировках я перешел сейчас на специализацию, но не забываю опять же ОФП.